Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Я влюбилась в друга, как мне кажется, он в меня тоже, мы оба в отношениях с другими у меня более долгосрочные, у него новые. Недавно мы вместе что-то отмечали, он делал кучу намёков и очень явно, ну прямо ничего не говорит, не знаю, что делать. У него я скорее влюблена, а своего молодого человека люблю как часть семьи уже, родной, но от многого я устал в наших отношениях, не могу понять, как двигаться дальше. Пытаюсь сконцентрироваться на карьере, не вступать в эти игры, но в такие моменты мой мозг не работает. Знакомиться с другом 10 лет, не знаю, что делать и как быть. 10 лет просто мысли не возникали, мы появлялись в жизни, друг друга пропадали, для меня это нормально, я никогда не рассматривала его в этом ключе. Ну, вы говорите о том, что не знаете, что делать и как быть, а что делать, чтобы что и как быть для чего. Вот. Вообще, в целом, эта ситуация выглядит так, что вы на протяжении какого-то времени своего, вот, несколько, ну, может быть, не замечали того, что вам что-то не нравится, вот, в отношениях с вашим молодым человеком, вот. Ну, пытались привыкнуть к нему, вот, пытались, что называется, притереться к нему, да, наверное. Но, вот, получалось это не очень хорошо, судя по тому, что мы можем видеть. И подобная история, когда вы себя в той или иной степени, игнорируете, скажем так, вот. Накапливается, накапливается негатив какой-то, накапливается неудовлетворенность, и она вполне может проявляться как раз в том, что вы описываете, то есть, в симпатии к другому человеку, с которым вам хорошо, вот. С которым просто неплохо, просто не хуже, просто полегче, вот. Вы говорите о том, например, что к своему молодому человеку вы относитесь как к семье, любите его как часть семьи. На мой взгляд, это большая проблема, вот, потому что молодой человек не является семьёй в узком смысле слова. То есть, он вам не родитель, он вам не брат, вот, он вам ваш, по идее, любимый мужчина, да, любимый человек, вот. А с которым вы выстраиваете отношения, говорит. Отношения к человеку таким образом, что он становится частью семьи. И, на мой взгляд, взаимодействие между людьми выхолачивает, то есть, делает их более формализованными. Если хотите. Вот. Делает их более формализованными, более механистическими, вот. А более роботизированными. Но не роботизированными, а роботизированными. То есть, это история про то, что такие отношения становятся работой. Вот. Что, на мой взгляд, крайне нежелательно. Крайне, на мой взгляд, это нежелательно, потому что отношения – это не работа. Отношения – это, пожалуй, в первую очередь удовольствие. Это наслаждение – это личный комфорт, если угодно. А в случае, когда вот чего такого не происходит – это большая трудность. Вот. Поэтому, на мой взгляд, вам, в первую очередь, здесь нужно заметить, пожалуй, заметить то, что… Либо ваши отношения свернули куда-то немножко не в ту сторону в контексте взаимодействия с вашим молодым человеком, в этом вашем мужчине, да, например. Вот. Либо так. Либо, либо у вас изменились в той или иной степени, у вас изменились приоритеты. Вот. То есть, ну, просто, просто изменились приоритеты. У вас, вот, стали вы по-другому смотреть на какие-то вещи. Стали вы по-другому смотреть на свою, ну, на свою жизнь, например. Стали иначе смотреть. Вот. И это может, конечно же, сказываться. Это может сказываться на вашем отношении и к своему молодому человеку и к другу. Вот. А еще хочется сказать о том, что, вне зависимости от того, правого или нет относительно его намеков и чувств, вне зависимости от этого. Вне зависимости от этого, очень напоминает ситуация о том, что вы какие-то вещи дорисовываете. Вы говорить о том, что мне кажется, что он тоже влюбился, он делает какие-то намеки. То есть, вот эта вот история, она, ну, скажем так, она чревата, эта история. Она чревата, в первую очередь, какими-то ожиданиями. Вот. Я бы сказал, я бы сказал так. Это очень важный момент, на мой взгляд, по крайней мере. Вот то, что я могу вам ответить, ну, вам ответить сейчас, по крайней мере. И... Действительно, вы сейчас находитесь, может быть, на распуте, да? Может быть, вы на каком-то таком перекрестке, перебудете. Вот. Вот. И... На мой... Ну, на мой взгляд, вам нужно признать, что что-то изм... Ну, что-то изм... Что-то изменило. Вот. Вот. Другой вопрос. Что именно? Изменилось. Вот. А... Познали ли вы себя как-то лучше? Да. Ну, то есть, лучше вы увидели себя, увидели, чего вы хотите, и так далее, например. А... Столкнулись ли вы с тем, что... Вам, допустим, опять же, не нрав... Что не нравится, да? Ну, в отношениях. То есть, ну, вот вы просто столкнулись с тем, что... Что вам не понравилось, вы столкнулись с тем, что... Вас как-то отрезвило. А... Стали ли вы занимать... А... Ну, какую-то... Родительскую позицию по отношению к... По отношению к... Своему молодому человеку, и... Эта родительская позиция, в свою очередь, привела к тому, что вы... А... Перестали чувствовать себя женщиной с ним, и... Вам... Ну, вам захотелось... Естественным образом... А... Получать это от... Ну, от другого, да? То есть... Вам захотелось... Получить это от... Ну, от другого человека. Вот. Что... На мой взгляд... Опять же... Абсолютно... Нормально. Вот. Что... На мой взгляд... Норма. И... Естественно, это для вас. Потому что, ну, вот... А если, значит... Потребности... Не удовлетворены, да? Вот. Что... Само собой вы будете этого как-то... Как-то хотеть. А... Другой вопрос... Здесь... Что... Вы как будто бы... Не... Готовы... И... Боитесь... Брать... Ответственность... За... Те изменения... Которые произошли... В... Вашей жизни... Возможно, в этом... Вам нужна поддержка... В... В том, чтобы... Пройти этот путь перемен... Нужна поддержка... Вот. Психологи могут ее предоставить... А... С радостью... Вам поможем, если... Такое желание у вас... Будет... На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Позвольте вам начать... Над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи!